Еще недавно в Ледовом дворце Волга Спортарена кипели хоккейные страсти, но главный стадион региона в очередной раз убедил в своей универсальности. Лед растопили и уложили пять площадок для тэквондистов, чтобы разыграть Кубок России, один из самых престижных трофеев в отечественном тэквондо. Подобный турнир в Ульяновске прошел впервые. Его цель – показать региону всю красоту этого вида спорта. Это, конечно, привлечение в секции в сентябре месяца молодежи. Как можно больше, чтобы записалось к нам людей. И если больше запишется людей, тем больше будет спортсменов, а с чего выбирать на спорт высшего достижения. Когда 20 лет назад Наталья Терехина выиграла свой чемпионат России, судейство тэквондо было совершенно иным. Зафиксировать результативный удар могли только судьи. Теперь человеческий фактор свели практически к минимуму. Электроника сама считает качество ударов и количество очков, набранных соперниками. А если не успевает, то в помощь арбитрам система видеоповторов. Разногласия на додянгах исчезли вовсе. Скандалов фактически нет вообще. То есть после, как появилась система видеоповторов, более объективно мы можем рассмотреть все непонятные ситуации, которые произошли на поединках. Поэтому видеоповтор нам очень помогает. Более 400 спортсменов из 42 регионов России. Это количественный состав Кубка страны. Пока спортсмены бьются за награды, функционеры решают судьбу отечественного тэквондо. События на отчетно-выборной конференции Всероссийской Федерации разворачиваются революционно. Теперь в Федерации тэквондо инвалидов России новый президент Алексей Зеничев и новый состав исполкома. В нем нашлось место и представитель Ульяновска. Владислава Латышева будет отвечать за подготовку тэквондистов-паралимпийцев. В России не было отдельного органа, который бы отвечал за паралимпийское тэквондо. Поэтому это большой шаг в развитии тэквондо именно для инвалидов в России. Более полутора сотен поединков уместились в два соревновательных дня. Сборная Ульяновской области очень рассчитывала на Фаиля Зардинова. Недавно он стал серебряным призером чемпионата страны среди студентов. И здесь, на родной земле, его настраивали на золото. Не срослось. В полуфинале он проиграл будущим обладателю кубка Георгию Суркову из Челябинска. Приехали поддержать все близкие, родные, друзья. Когда я выступал, я слышал, грубо говоря, за спиной поддержку. Кричали Ульяновск, Фаиль вперед. Это очень мотивировало меня и старался никого не огорчить и выступить достойно. За самого опытного спортсмена областной команды вступились вчерашние юниоры. 11-классник Александр Калыданов, дебютант подобных крупных стартов. Но с первой же попытки дошел до финала, в котором сражался достойно, но уступил Дмитрию Пастухову из Челябинска. Еще одну медаль, бронзовую, в копилку региональной команды принесла Алена Горшкова. Какой бы результат ни был, все равно тренеры недовольны. Но, учитывая, что у нас очень молодая команда, все-таки второй день мы немножко прибавили обороты. Побороться за победу в командном зачете молодой сборной Ульяновской области было не суждено. На первых ролях сейчас челябинские спортсмены. У них 4 золотые, 1 серебряная и 4 бронзовые награды. На втором месте гости из Татарстана. 3 золотые, 1 серебряная и 2 бронзовые награды. Тройку призеров замкнула сборная Санкт-Петербурга. Михаил Сашанский, новость Ульяновской правды.